всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале надеюсь они очень лохматые и приглашаю вас на прогулку от храма христа спасителя по волхомки и по интересным местам пойдемте так вот музей льда зуба вот это зрение для здания а мы переходим на другую сторону на сторону музея имени пушки музея пушкина пушкинского музея и идем идем за музей но вы же знаете меня всегда есть какая-то цель моих прогулках вот сегодня эта цель увидите когда я дойду на храм посмотрим его почти не видно солнце так располагается что он темный сегодня солнечко как ни странно ветер я очень не знаю слышно ли меня потом посмотрю когда буду монтировать было ли громко ветер завывал ли очень громко или можно нормально разговаривать и вам будет слышно так знаете я была в музее вот музей и лазунова я была там также в рамках музейной недели и была платно в общем было это несколько раз не знаю стоит ли туда идти вам показывать потому что вот такая картинная галерея которая как бы ну показывать нет смысла такие музеи обычно такие музеи надо конечно ходить самим вот музей пушкина тоже то же самое об этом здании можно много рассказывать у меня есть видео об этом здании а о самом вот этом особняке и вот об этом особняке но что касается музея и его экспонатов это конечно нужно идти самим когда здесь была прошлый раз музей был закрыт смысле вот этого туда нельзя было зайти потому что потому что была пандемия я снимала издалека ну вот все таки каждый раз когда приходишь что здесь написано можно осмотреть диспозицию только первого этажа времена недоступна и ладно нам бы здание осмотреть мне кажется что любому приехавшему в москву просто необходимо прийти в этот музей ну хотя бы для того чтобы как-то соприкоснуться во первых с искусством а во вторых с историей потому что этот музей сам по себе это тоже история россии вообще это один из самых известных и красивейших музеев москвы кстати для тех кто все таки надумает сюда прийти скажу что находится на патресу волхонка 12 это станция метро рапоткинская сейчас здесь про это выставка кстати проходит очень много людей вот надо будет мне узнать что здесь такое и может быть даже и приду не знаю ну если в двух словах сказать об истории этого здания об этого музея то можно сказать что на рубеже 19 начале двадцатых веков в россии появлялись регулярно частные художественные галереи которые основывали меценаты и предприниматели и вот идея создания музея изящных искусств при московском университете была впервые предложена князине зинаиды волконской профессором степаном шевырёвым в 1831 году однако проект не был воплощен а в 1858 году с похожим предложением выступил профессор археологии и искусствоведения карл дерц но тогда же на проект не нашлось финансирование так же как не нашлось его и в 1864 году когда тоже подобное предложение внес николай иссаков директор публичного публичного и румянцевского музеев в москве вообще музеи второй половины 19 века не были похожи на современные галереи чаще всего это были частные коллекции ограниченные бюджетом и вкусами их владельцев а экспозиции обычно размещались в помещениях которые первоначально строились не для проведения выставок и поэтому не всегда подходили для этого довольно часто вход на подобные выставки был открыт далеко не для всех а самым первым общественным общедоступным художественным музеем в москве был являлся радичевский музей в саратове открытый боголюбовым в 1885 году в 1894 году иван цветаев знаменитый ученый историк археолог филолог искусствовед и отец поэтессы марины цветаевой выступая с речью на первом съезде русских художников и любителей художеств который был создан по случаю дарения москве картины галереи братья третяковых предложил создать учебный музей примером послужил кабинет изящных искусств и древности при московском университете новый музей должен был иллюстрировать развитие искусства от древних времен к средневековью и возрождению и цветаев стал главным организатором и вдохновителем проекта музея изящных искусств так в конце 1896 года в столичной печати были опубликованы условия конкурса на составление проекта создания для музея изящных искусств имени императора александра третьего при московском университете который по просьбе университета проводила петербургская академия художеств с этого момента началось осуществление давней мечты о создании в москве художественно образовательного общедоступного музея на конкурс здесь было представлено 18 проектов 15 архитекторов из которых 7 удостоены премии и наград и надо было выбрать для строительства любой проект и пригласить этого архитектора по собственному усмотрению выбрали сравнительно молодого но уже известного московского архитектора Романа Ивановича Клейна который в дальнейшем и разрабатывал окончательный проект который отвечал всем требованиям правления и комитета по устройству этого музея помимо Клейна в строительстве здания в 1898 году принимал участие инженер Иван Иванович Рерберг в обязанности которого входило наблюдение за строительством и отчетность 12 марта 1898 года Цветаев представил проект здания Московского музея изящных искусств императору Николаю II предпоказ макетов был назначен в царской бильярдной там на столах были размещены крупные макеты Николай II одобрил проект выделил по ходатайству великого князя Сергея Александровича 200 тысяч рублей на постройку здания в дальнейшем многие инвесторы узнав об одобрении Николая II также начали давать деньги на воплощение этого плана так Римский зал был оплачен князьями Юсуповыми о копии пергамского алтаря архитектором Федором Шехтелем Крупчиха Варвара Алексеева выделила около 150 тысяч рублей при четком соблюдении условия что музей будет носить имя отца императора Александра III первый камень фундамент будущего здания музея был заложен в конце 1898 года на Колымажном дворе в присутствии Николая II и членов его семьи в тот же день был создан комитет по устройству музея вечных искусств имени Александра III эта организация задумывалась как добровольные а ее участники на безвозмездной основе должны были помогать университету в организации научных экспозиций и находить средства на его строительство первым председателем стал великий князь Сергей Александрович который покровительствовал этому музею со дня его основания и вплоть до своей дибели в 1905 году а его заместителем был назначен промышленник Юрий Степанович Нечаев-Мальцев главный спонсор музея а секретарем комитета стал сам Иван Цветаев ну в 1904 году в здании случился пожар который уничтожил большую часть построек и более 175 ящиков слепков включающих копии из собора Святого Марка в Риме заказано задолго до этого после пожара многие инвесторы отказались вкладывать деньги в реконструкцию помещения однако здание было восстановлено благодаря средствам выделенным Нечаевым Мальцевым на его средства был добыт и доставлен с Урала белый морозоустойчивый мрамор для облицовки фасадов музея и для колоннады оплачена стоимость гранитного цоколя и внешней лестницы музея цветного мрамора для парадной лестницы в 1897 году Нечаев Мальцев приобрел для музея первые оригинальные памятники искусства и культуры древнего Египта благодаря ему музей получил целый ряд ценных копий со всемирно известных произведений искусства древности в строительство музея изящных искусств в Москве Нечаев Мальцев в общей сложности вложил 2 из 2,5 миллионов рублей сумма которая сейчас звучит весьма внушительно здание строилось по последнему слову музейной практики и строительной техники ему придали вид античного храма на высоком подиуме с ионической колоннадой по фасаду стеклянная кровля обеспечивала достаточное количество дневного света в залах второго этажа и двух двориках атриумах ну и считалось что осматривать культурный музей лучше всего при естественном освещении и открытым будет лишь в светлое время суток конструкцию уникальных стеклянных перекрытий создал для музея Шухов так при помощи арочных стяжек появился свод благодаря которому на экспонаты падал естественный свет не менее значительно оказался и роль Цветаева в формировании облика музея ведь он рассматривал его не только как в каком-то градостроительном смысле но и как учебный объект по истории архитектуры Цветаев составляя условия для участников архитектурного конкурса особенно постеркнул что проект должен быть выполнен или в формах античной архитектуры или в стиле эпохи Возрождения в оформлении интерьеров должны были применяться элементы разных исторических эпох в соответствии с представленными экспонатами в оформлении музейной экспозиции Цветаева помогали деятели русской культуры Поленов, Грабарь, Коровин, Коловин, Шехтель, Кондаков, Тураев, Иловайский первоначально предполагалось что в музее будет размещаться вторая в России после Эрмитажа коллекция оригиналов и слепков реческой скульптуры гипсовые слепки и другие копии заказывали с 1890-х годов в зарубежных мастерских по формам снятым непосредственно с оригиналов римских и реческих скульптур и в ряде случаев они делались впервые в музее с самого начала стали формироваться собрания оригинальных произведений живописи, трафики, скульптуры и предкладного искусства обширная коллекция была собрана и передана русским ученым-востоковедом Голинищевым собрание итальянской живописи и предметов искусства было передано дипломатам Михаилом Щёкиным, а великая княгиня Елизавета Фёдоровна и Дмитрий Хомяков передали итальянские структуры 16-17 веков согласно городской легенде самым первым посетителем еще закрытого музея стал истопник Аликсей, который работал у Ивана Цветаева и попросил показать ему музей, ведь в начале 20 века вход в учреждения культуры простолюдинам был воспрещен официальное открытие музея изящных искусств состоялось 31 мая 1912 года в присутствии Николая II и его матери Марии Фёдоровны, а также членов семьи после революции 1917 года музей пришел во временное запустение первая экспозиция была открыта в 1920 году, представляя собой выставку проектов памятника освобожденному труду, а на ее открытии присутствовал Ленин что утвердило статус музея как одного из самых главных культурной жизни Москвы в 1924 году музей был выведен из подчинения университета и стал называться Государственным музеем изящных искусств его коллекции пополнились картинами из национальных музеев частных коллекций, музеев, усадок Ленинграда, Кремля, расформированного Румянцевского музея, музея иконописи из Исторического музея и Третьяковской галереи в 1932 году название снова изменили учреждение стало называться Государственным музеем изавозительных искусств а с 1937 года музее было присвоено имя Пушкина во время Великой Отечественной войны коллекции были эвакуированы в Новосибирск и Соликамск во время бомбардировок в Москве здание музея сильно пострадало его реконструкция началась в 1944 году и продолжалась несколько лет Видно, да, вот видно Видно следы Вот они Вот они Вот они Вот они Вот они Вот они И в завершении я не могу не показать, просто не показать дом вот с такой табличкой Смотрите, здесь жил и работал великий русский художник Василий Иванович Суриков 1848-1900, не вижу, десятый, по-моему, год Я сейчас вам этот дом покажу Он стоит как раз напротив музея имени Пушкина Вот в этом доме жил Суриков Ну, на сегодня это все Как всегда, на улице моя лохматость резко повышается Поэтому, наверное, надо часто подумать над тем, чтобы записывать вступление и заключение дома Или себя не показывать Но на сегодня наша с вами прогулка закончилась Я надеюсь, вам было интересно Как это было интересно мне Я уже по второму разу иду по этим местам И, знаете, каждый раз я вспоминаю что-то из того, что я уже здесь снимала Из того, что я читала Что-то всплывает в памяти И что-то я снимаю новое Что-то я снимаю заново И поэтому, в любом случае, даже если у меня будет два видео на канале, они будут разными Всем большое спасибо за внимание И за просмотр Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписаны Ну, а остальные, собственно, все И подписаны, и не подписаны Будьте здоровы, пожалуйста Будьте здоровы Берегите себя и своих близких Вот это трудное Ой, какое трудное время До свидания До свидания Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...